Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю крутость его. По греческой септуагенте этот псалом имеет надписание в конец о народе, удаленном от святыни. Народ, удаленный от святыни, это язычники-филистимляне. По изъяснению святителя Афанасия и блаженного Феодорита, «Разумеется, Давид с шестюстами мужами, ушедшие в филистимскую землю». Об этом рассказывается в первой книге царей, 27 глава, со 2 по 6 стих. Также имеется в виду еврейский народ, удаленный в плен Вавилонской. И вообще имеется в виду любой плен, который переживают верующие люди. Даже пленение от греха, когда какие-то греховные проблемы нападают на христианское сообщество. Также предполагается, что, может быть, вавилонские пленники и вообще иудеи и рассеяния, находясь вдали Иерусалимской святыни, они как бы очень любили воспевать этот псалом, потому что не обязательно считать, что надписание давал Давид. Скорее всего, когда в изгнании люди оказываются, или в бесовской нападении против них, они должны читать этот псалом. Значит, псалом Давида в столописании, когда удерживали его иноплеменники, то есть филистимляне, в Гефе. И вот как надо молиться, когда мы в состоянии некого пленения. Надписание этого псалма по еврейской массории очень простое. Управителю, то есть управителю хора, о немом голубе среди дальних. То есть когда происходит пленение, и верующий оказывается среди чужих, он как молчаливый голубь. От Давида золотой, то есть это очень красивое научение, которое здесь содержится, золотой псалом, когда его, то есть Давида, удержали пелештим в Гате. Пелештим — это филистимляне. «Помилуй меня, Божию, ибо сокрушил меня человек, нападая всякий день, он угнетал меня». О чем могут быть эти слова? «Сокрушил», то есть по-славянски попра, 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 то есть затоптал меня человек. «Помилуй меня, Божию, ибо сокрушил, затоптал меня человек, нападая всякий день, он угнетал меня». То есть без передышки каждый день нападает на Давида. «Унижают меня враги, мои всякий день, он поселился среди них, ибо много враждующих со мною надменно». Надменно, то есть они как бы с высоты, с высока смотрят на Давида, превозносятся над ним, надмиваются. «Но никогда не убоюсь их, потому что уповаю на тебя». То есть здесь как бы Давид говорит о том, что да, его обстоятельства очень сложные в настоящий момент, но он не имеет права отчаиваться даже в этих обстоятельствах. Ну, кто-то спросит, а зачем Давид переехал в этот Геф филистимский? Потому что за ним гонялся его царь, царь Саул, и он нигде не мог укрыться на святой земле, потому что где бы он ни укрывался, на него доносили. И тогда он вынужден был уйти к филистимлянам, он взял с собой 600 своих воинов и взял с собой жен и детей. И его жены, и дети были с ним, и жены, и дети его людей. Он не испытывает страха, потому что уповает на Бога. И более того, пятый стих, он говорит, буду хвалить Бога словами моими. «На Бога я уповал, не убоюсь, что сделает мне плоть». То есть он как бы благодарит Бога за эти новые испытания, которые Господь ему послал, и понимает, что Бог могущественно превознесен над всем творением, а его противник — это всего-навсего плоть, люди из плоти, из кости, из крови. «Всякий день речами моими они гнушались». То есть, что бы Давид ни говорил этим плештим филистимлянам, они ему не верили, они надменно выслушивали его. «А мне все помышления их», то есть они злоумышляют против него, «во зло». То есть «во зло». На церковно-славянском это звучит так. «Весь день словес моих гнушахуся, намя вся помышление их на зло». И посмотрим, как это звучит по Масоре. «Всякий день мои речи печальными делают». То есть я говорю, чтобы какой-то контакт установить с ними, а они все оборачивают против меня. «Против меня все их мысли козлу». То есть все, что он говорит, они оборачивают против него. Сейчас целые страны могут оказаться в таком положении, если народ ближе к Богу, чем другие народы. Чего бы они говорили, представители страны, где много верующих, противники наши будут это истолковывать в своем смысле, и каждое слово используют против нас. Поэтому очень важно, как сказано в Писании, не подавать повод ищущим повод. И когда мы находимся в таком жестко враждебном окружении, лучше молчать. Потому что все, что мы не скажем, будут оборачивать нам во зло. И мы видим, как Христос молчит в Синедрионе, когда его допрашивают, и отвечает только тогда, когда его заклинают именем Божьим. Тогда он действительно начинает говорить. «Поселившись скрытно, они наблюдают запятой моей, потому что стерегли жизнь мою». О чем это? То есть он как бы говорит, они рядом со мною, как саглядотайи. Они как бы подселились ко мне поближе, скрытно действуют, наблюдают запятой моею. Что значит запятой моей? Куда бы я ни пошел, они за мной смотрят. Потому что стерегли жизнь мою. То есть и раньше стерегли жизнь мою. И мы знаем, как филистимляне хотели отомстить Давиду за то, что он погубил их, эту мощную военную машину по имени Голиаф. «Но ты легко», он обращается к Богу, «отвергнешь их, во гневе низложишь народы». То есть Господь силен не только отвергнуть вот этих филистимлян, он может низложить все народы, любые народы, никто не может противостоять могуществу Бога, Господь легко может все их замыслы сокрушить. И Феодорит Кирский пишет, «нетрудно и крайне удобно тебе отразить, низложить моих противников». Как бы это имеет в виду Давид. И далее он молится, «Боже, жизнь мою я возвестил тебе». Что значит «возвестил тебе»? То есть я перепоручил ее тебе, потому что я нахожусь в окружении врагов, я не могу вернуться в свою землю, там мой собственный царь, помазанник Божий, злоумышляет, как меня погубить. И поэтому Давид перепоручает свою жизнь Богу. Жизнь мою я возвестил тебе, то есть я все рассказал о теперешнем настоящем состоянии. Ты положил слезы мои пред собою по обетованию твоему. Афанасий Великий, Феодорит и Зигабен предлагают такую конструкцию. «Как ты обещал внимать слезам и воздыханием обиженных». Это мы находим 22-27 в книге «Исход», что Господь заступается за плачущих, за обиженных. Так Давид надеется, что Господь и в этой ситуации не оставит его. и как бы слезы его, каждая капля, они как бы перед Богом, и Господь созерцает эти слезы. И вот это обетование из книги «Исход», Давид на это надеется. «Да возвратятся враги моих спять в день, в который я призову тебя», то есть день, когда я молюсь, когда воздеваю руки, я одерживаю победу над врагами. Вот я узнал, что ты Бог мой, то есть ты судья мой. И действительно мы помним, когда Моисей молился во время битвы на Амалика, с Амаликом, то пока Моисей молился, воздевал руки, еврейский народ одерживал победу. То есть если мы россияне будем молиться, пока мы молимся, мы будем одерживать победу. Как только мы опускаем руки, переставим молиться, мы будем терпеть поражение за поражение. При этом, конечно, мы не можем вести нечестивые войны с единоверцами, с единокровными братьями нашими, это недопустимо, потому что в Библии есть библейские законы ведения войны, и там очень четко все прописано, с кем можно воевать, с кем нельзя, воевать, и как это все происходит. Буду хвалить Бога речью, восхвалять Господа словами. Здесь, казалось бы, все очень синонимично, речь и слова, разве это все не синонимично, но имеется в виду, речь это длинные молитвы, молитвы, льются, как поток некой реки, такой непрерывной, речь, ручей, река, а слова это отдельное восклицание, это отдельное восклицание. Давайте посмотрим, как это будет по Масоре. Богу, чье речение восхвалю, Господу, чье речение восхвалю. Но здесь, как бы, эта тонкость не передается, которая присутствует в саптуагенте, речь и слова. На Бога я уповал, не убоюсь, что сделает мне человек. Прочитаем 11-12 стих на церковно-славянском. О Бозе похвалю глагол и о Господе похвалю слово на Бога уповах, не убоюсь, что сотворит мне человек. То есть, если мы уповаем на Бога, что может против нас сделать человек? И, покуда упование на Бога, оно присутствует в нашем сердце, нам все-таки не стоит бояться человека. Конечно, Господь может использовать человека и попустить ему даже победу над нами, но это будет уже действие Божие, и здесь мы должны как-то даже смиряться. На мне, Божие, обеты, которые исполню во хвалу тебе. То есть, в тяжелых обстоятельствах жизни Давид дал обеты Богу, и когда ко мне обращаются некоторые верующие, говорят, что это очень тяжело, там проблемы со здоровьем, проблемы на работе, я даю такой совет, дайте какой-то обет Богу, какое-то обещание, не надо об этом мне говорить, кому-то еще, но потом это все исполните. И окончание этого псалма 14 стих «Ибо ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения, буду благоугоден Господу во свете живых». Во свете живых по Афанасию Великому Феодориту Зигабену и Иринею имеется в виду в настоящей и в будущей жизни. Буду угоден Богу в настоящей жизни и в будущей. Ну, в общем-то, так получается. Вечная жизнь начинается в этой временной жизни. Если Господь доволен нами в этой жизни, то Его благость по отношению к нам не прекратится и в жизни будущей. Здесь немножко надо понять конструкцию этого последнего стиха. «Ибо ты избавил душу мою от смерти» имеется в виду душу как жизнь. Господь и раньше защищал его от Саула, теперь он силен защитить его от филистимлян. «Очи мои от слез» здесь имеется в виду, что чрезмерная уныние, чрезмерная печаль, она может погубить душу. «И ноги мои от преткновения», то есть «какими бы путями я не пошел бы, Господь будет меня защищать. Буду благогоден Господу во свете живых». То есть здесь живые перед Богом праведники будут поддерживать меня и в вечной жизни не оставят меня своей поддержки. Свет живых это торжество праведных и Давид наслаждался общением с преподобными в этой жизни и надеялся, что в будущем он возрадуется на луне Авраама с Авраамом Исааком Иаковом. Исааком 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 Исааком